Добрый день, меня зовут Кудрявцева Наталья Николаевна. Я юрист детского правосащитного проекта «Патронус», юрист Московской городской ассоциации родителей детей и инвалидов и руководитель пациентской организации для детей с заболеваниями, патологиями спинного головного мозга. Сегодня мы начинаем наш вебинар с тех вопросов, которые поступили, я их буду постепенно озвучивать. Вам должны попасть материалы, которые подготовлены к сегодняшнему вебинару, я буду давать на них ссылки, обращайте пожалуйста внимание и внимательно читайте то, что там написано. Если будут вопросы, соответственно, на вопросы я все отвечу. Итак, вопрос первый. Технические средства реабилитации. Как получить, что это такое и что с этим делать? Получить за счет государства можете только то техническое средство реабилитации, которое а. находится в федеральном перечне и б. вынесено в индивидуальную программу реабилитации или абилитации ребенка. Просто прийти и сказать, что вот этому ребенку нужен тот же вертикализатор или все что угодно и попытаться получить либо компенсацию, либо само техническое средство реабилитации не получится. По федеральному перечню. В федеральном перечне у нас регламентировано распоряжением правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года номер 2347 об утверждении федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидами. Там, в общем-то, у вас в документах этот перечень перечислен. Обращаю ваше внимание, что перечень очень коротенький. И ничего из того, что в этот перечень не входит, вы не получите ни при каких условиях вообще за счет бюджета. Тем не менее, несмотря на то, что перечень у нас очень коротенький, у нас есть еще и приказ Министерства труда и социальной защиты населения от 13 февраля 2018 года номер 86Н об утверждении классификации технических средств реабилитации, изделий в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам, утвержденного распоряжением правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года номер 2347. Вот здесь уже в этом приказе Министерства труда и социальной защиты тот же самый федеральный перечень, но каждая позиция указана с учетом номенклатуры изделия в разных вариациях, то есть, например, если это, например, инвалидная коляска, то это инвалидная коляска активная, инвалидная коляска электрическая, инвалидная коляска такая-сякая и точно так же по каждому перечню. еще хотела бы добавить, что очень многие технические средства реабилитации маскируются и вписать, например, вертикализатор можно, только в номенклатуре это называется, опоры для стояния. Вот если это опоры для стояния, то это вполне может оказаться вертикализатором, но может и не оказаться. Вам нужно посмотреть паспорт технического изделия и как это указано в самом паспорте. Вот если в паспорте, например, указан вертикализатор в скобках опоры для стояния для детей инвалидов, то тогда вы можете это получить. Если же в этом конкретном вертикализаторе это не указано, увы, в перечень это изделие не попадает. Получить вы его не можете. Точно так же и с точностью, да наоборот. Если вы вносите в ЭПРА ребенка-инвалида какое-то техническое средство реабилитации, вы должны четко отследить, что то техническое изделие, которое вы вносите, во-первых, входит в номенклатуру, во-вторых, название ЭПРА точно соответствует тому, что входит в эту номенклатуру, утвержденное приказами труда. Соответствие наше все, внимательность тоже. Поэтому сверяйте все вплоть до буквы. Если это, например, компенсация за техническое средство реабилитации самостоятельно приобретенная, то чек за покупку этого технического средства реабилитации точно так же должен по буквам совпадать, во-первых, с ЭПРА, во-вторых, с номенклатурой. Не совпало, вы ничего не получили. Теперь там есть у нас такая большая эксельская табличка, откройте ее. В материалах есть ссылка на то, откуда эта табличка взята. Она взята с сайта Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы. Такие же таблички есть на каждом сайте ФСС региона. Если компенсацию выплачивают в ФСС, если это Москва, то это, соответственно, Департамент труда и социальной защиты населения. В этой табличке указаны все технические средства реабилитации по мемклатуре, которые отражены в приказе Минтруда, о чем я говорила только что. И там же стоит стоимость, вернее, размер компенсации, которую вы можете за данные технические средства реабилитации получить. Там абсолютно по всем ФССР. Ну, это Москва, и у нас немножечко попроще с этим. Попроще в плане того, что эта информация чаще обновляется. Размер компенсации высчитывается, исходя из последнего государственного контракта по результатам последней госзакупки. Не буду углубляться в это, но регулярно объявляется конкурс, по которому закупаются определенные технические средства реабилитации за определенную цену. Вот именно эту сумму вы можете получить в качестве компенсации. В Москве процесс динамичный, поэтому цены обновляются значительно чаще. Если это регионные, особенно какие-то отдаленные, то конкурс может быть последние 4-5 лет назад. Но, тем не менее, по сумме последней закупки. С этим мы ничего сделать не можем. Если вам требуется узнать, какую стоимость получит родитель за это техническое средство реабилитации, значит, вы идете, если это регион, на сайт ФСС, там есть раздел суммы компенсации. Если это Москва, то это департамент труда и социальной защиты. Там точно также есть раздел по сумме компенсации. Ссылочка у вас в документах есть. Есть еще один вариант получить компенсацию за ТСР. В ней не компенсацию за ТСР, а получить техническое средство реабилитации для ребенка-инвалида. Это за счет средств материнского капитала. Значит, перечень тех средств, которые можно приобрести и утвержден в распоряжении правительства Российской Федерации от 30 апреля 2016 года номер 831 об утверждении перечня товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Там указан перечень. Значит, ни одно из этих технических средств реабилитации не вошло в федеральный перечень. Потому что это не то, что вы получаете за счет бюджета, вы это оплачиваете своими собственными деньгами. Потому что деньги эти принадлежат семье. Поэтому обратите внимание на перечень. Он довольно большой, там 48 пунктов. получить это средство вы можете не только на того ребенка, на которого получен сам маткапитал, но и на любого ребенка инвалидов в семье. Ну, и рассчитывайте на то, что, в общем-то, материнский капитал не настолько большой, чтобы можно было все это оплатить. Отдельно хочу сказать, что ни реабилитацию, ни лечение за счет средств над капиталом вы не оплатите. Теперь к следующему вопросу по лекарствам. Вопросов, на самом деле, очень много. Я пыталась как-то систематизировать, потому что вопросы приходят не только от вас, вопросы приходят еще и ко мне как к юристу, и ко мне как к члену совета в городе. Очень многие путаются вообще во всех понятиях. Каши свершеннейших людей. Но, тем не менее. Мы сделали такую небольшую геродацию по этим лекарственным препаратам. Постановление правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года, еще номер 890, о государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Все дети, неважно, с инвалидностью они, без инвалидности они, до трех лет обеспечиваются всеми лекарственными препаратами за счет бюджета. Неважно, какие это лекарственные препараты, неважно, какой статус имеет этот ребенок. До трех лет все дети инвалиды обеспечиваются, вернее, все дети до трех лет обеспечиваются лекарственными бесплатными. Любой ребенок. Немногодетные, немногодетные, без разницы. В Москве так. Дальше. Все дети до 18 лет, имеющие статус инвалида, точно так же обеспечиваются всеми лекарственными препаратами за счет бюджета. Есть некие оговорки, к этому я еще вернусь. Но, тем не менее. Также детям инвалидам предоставляются средства медицинской реабилитации, калоприемники, мочеприемники, перевязочные материалы по медицинским показаниям. Вне зависимости от того, внесено ли это в ИПРА, потому что сейчас есть и вторая программа еще по обеспечению изделий медицинского назначения, но если есть показания, есть заключения врача, могут обеспечиваться точно так же бесплатно. Также, больные, не имеющие инвалидности, обеспечиваются дети с ДЦП, лекарственные средства для лечения данной категории заболеваний, гепатоцеребральная дистрофия, фенилкетонурия, безбелковые продукты питания, белковые гидролизаты, ферменты, психостимуляторы, витамины, биостимуляторы, муковисцидоз, ферменты, только детям, замечу. Остро перемежающаяся порфирия, анальгетики, бета-блокатор, фосфоден, репоксин, адроген, аденил, спид ВИЧ инфицированный, все лекарственные средства, онкологические заболевания, все лекарственные средства, перевязочные средства, инкурабельным онкологическим больным, гематологические заболевания, гемобластомы, там на самом деле очень длинный перечень, вы можете прочитать, он в рассадке есть, имейте ввиду, он действительно очень длинный, и из-за того, что у нас, к сожалению, не знают своих прав, не только пациенты, но еще и врачи не знают прав пациентов, все это проходит как-то вот мимо. Значит, что касается выписки лекарственных препаратов, у нас есть перечень лекарственных препаратов для бесплатного обеспечения врачей, и рецепт может врач выписать только по действующему веществу, либо по международному патентовному наименованию. Это значит, что вы вряд ли получите оригинальный препарат. Шансы, конечно, есть, но они стремятся к нулю. Скорее всего, это будут дженерики. Если же у вашего ребенка выявлены стационари противопоказания к приему препарата по МНН, так называемое международное патентовное наименование, то врачебной комиссии может быть выписан препарат по торговому наименованию. Но для этого у вас должно быть заключение об имеющихся противопоказаниях, выявленных, либо достижение стойкой эмиссии и невозможность замены препарата. Ну, это характерно для апеллепсии в основном. То есть там смена препарата чревата с срывом ремиссии, поэтому препарат замене, как правило, не подлежит. Значит, тем не менее, у вас все-таки шансы по торговому наименованию препарат получить есть, но только по заключению врачебной комиссии. Если вы сможете комиссию убедить в том, что другой препарат, дженерик, вашему ребенку не подходит никак. И убедить их нужно не на словах, а документально. То есть должны быть побочки зафиксированы. Чаще всего они фиксируются, конечно, на стационарах. Перечень лекарств, которые бесплатно выдаются всем категориям детей до трех лет и детям инвалидам, утверждается территориальной программой государственной гарантии. В каждом регионе разрабатывается своя территориальная программа государственной гарантии. Есть и федеральная, она утверждается правительством Российской Федерации, есть и региональная. То есть на основании федеральной программы госгарантий утверждает каждый регион свою. Своя региональная программа не может быть меньше федеральной, она может либо полностью соответствовать, либо она может быть расширена в каком-то сегменте. В Москве она действительно шире, чем федеральная программа, но я знаю, что есть регионы, которые прямо вот ужались по самый никуда. Ну, тут, к сожалению, у них невозможно обязательно расширить эту программу без их добровольного участия, без их желаний, в первую очередь без денег. Если деньги есть, их возможно убедить, но если бюджет дефицитный, не убеждать, пока еще не получилось. Я не знаю таких, где в дефицитном регионе смогли расширить программу госгарантий. Значит, то, о чем я уже говорила, что у нас выписываются рецепты по международному типу непатентованному названию либо по действующему веществу, это приказ Минздрава от 20 декабря 2012 года номер 1175-Н об утверждении порядка назначения и выписывания лекарственных препаратов, а также формы рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков их учета и хранения. Хотелось бы, кстати, добавить еще, что у нас в этом же приказе есть норма об обеспечении лекарственным препаратом уже поставленного на обслуживание рецепта. Если вы сдаете рецепт в аптеку и его взяли на обслуживание, в течение 10 дней препарат должен быть получен. Поэтому аптеки стараются либо не ставить на обслуживание этот рецепт, не брать у вас его, отправлять в поликлинику, менять, дописывать, говорить, что лекарственные препараты сейчас могут придеть через месяц. в аптеке обязаны взять на обслуживание этот рецепт и в течение 10 дней обеспечить. Как они будут это делать, это, в общем, проблема не родителя. Это проблема аптеки, это проблема поликлиники, которая выдала этот рецепт. Но никак не проблема ни родителей, ни ребенка. Повторюсь опять же, что препарат выписывается по торговому наименованию при наличии медицинских показаний индивидуальной непереносимости, либо по жизненным показаниям, это характерно для эпилепсии, по решению врачебной комиссии медицинской организации. Только так, только врачебная комиссия. Если вам отказывают, вам нужно писать заявление на имя главного врача либо комплекса, либо о самой поликлинике, если она не в комплексе, а о том, чтобы была собрана врачебная комиссия и был на комиссии рассмотрен вопрос о рекомендации и выдаче рецепта на лекарственный препарат по торговому наименованию. В соответствии с пунктом 3, приказанным в соцразвитии от 9 августа 2005 года номер 494 о порядке применения лекарственных средств и больных по жизненным показаниям в случае необходимости индивидуального применения по жизненным показаниям лекарственного средства, не зарегистрированного на территории Российской Федерации. Решение о назначении указанного препарата принимается консильным федеральной медицинской организации, оформляется протоколом и подписывается главным врачом или директором федеральной специализированной медицинской организации. Заключение консилиума врачей федеральной клиники является основанием для получения разрешения Министерства здравоохранения на ввоз незарегистрированного лекарственного препарата. Обращаю внимание на ключевые моменты. Первое. Клиника должна быть федеральной, не городской, не районной, не районная больничка. Это должно быть федеральное медицинское учреждение. Это первое. Второе. Должен быть консилиум, который выдаст свое заключение с рекомендацией незарегистрированного лекарственного препарата. Если заключения консилиума у вас нет, а есть просто рекомендация врача в выписке, никто не сможет вам дать разрешение на ввоз. И третье. Заключение консилиума должно быть подписано самим руководителем консилиума и директором федеральной клиники. Обращайте на это особо ременом. Ну, как правило, в тех клиниках, где такие рекомендации выдают, они все это прекрасно знают. Но когда вы привозите заключение консилиума в свое медицинское учреждение по месту жительства и просите ввести препарат и обеспечить им ребенка, то там начинаются такие вот метания. Тут у вас не та подпись, там у вас не та печать, тут у вас расписалось внутри человека всего один. Поэтому вы должны понимать, кто должны расписаться, как это все выглядит и каким образом вы дальше получаете препарат. Дальше с этим заключением консилиума, с выпиской из федерального медицинского учреждения, с заявлением на имя главного врача медицинского учреждения, ну, как правило, это не поликлиника, а районная больница, куда вас и направят, в конце концов, ваш участковый педиатр. Вы должны представить все эти документы и написать заявление о получении разрешения на ввоз в Министерстве здравоохранения Российской Федерации в ввозе и обеспечении им ребенка. Только так. Если вы что-то из этого упустите, то они могут получить разрешение ввести и дальше закончится все. Либо они могут сказать, что разрешение мы получили, а ввозите потом сами. Ну, конечно, можете и сами, но я бы не рискнула, как юрист, честно. Это удовольствие не из дешевых, и условия хранения и привозки может обеспечить только медицинское учреждение. И обеспечивать вас должны эти препараты медики, так же, как и следить за его приемом, реакцией ребенка на этот прием, ну и, в общем, вообще вести динамическое наблюдение. При приеме этого препарата это обязательное условие. Дальше мне хотелось бы коснуться реабилитации. Это очень больной для всех у нас вопрос. И я сама, как мама ребенка инвалиды, прошла. И коллеги мои все прошли. И очень часто мы взаимодействуем с фондом, с такими же родителями. Разногласий очень много. Потому что родители хотят, чтобы было хорошо и бесплатно. Поэтому они идут в фонды, собирают деньги. Не зная о том, что у нас есть колоссальные возможности, у моей дочери сейчас 17 лет, и я знаю, о чем я говорю, я знаю, даже как было 5 лет назад, я знаю, как было 10 лет назад, и я знаю, как есть сейчас. Поверьте мне, город делает очень много для того, чтобы сейчас дети получали все, что им необходимо. Сейчас многие семьи, они даже вынуждены отказываться, потому что у них просто на это нет времени. Если ребенок получает все, что ему положено от государства, причем за счет бюджета, то интенсивность реабилитации это в среднем 4-4,5 месяца в год, непрерывной. Это минимум, это вот только самый-самый минимум. На самом деле возможностей есть гораздо больше. Что касается качества реабилитации, тут тоже много копий сломалось, и, честно говоря, я не берусь, и я думаю, что вряд ли кто-то возьмется оценивать качество реабилитации для всех детей сразу. Для кого-то качество приемлемое, для кого-то очень высокое, а для кого-то очень низкое. Каждый оценивает свои колокольни, исходя из своих возможностей, исходя из возможностей ребенка, исходя из своих представлений о том, что он хочет увидеть и хочет получить на выходе. Но, тем не менее, я вам сейчас про программу реабилитации расскажу. Это только... это московские программы, я сразу скажу. Если ребенок региональный, то это нужно узнавать своим регионам. Есть они, нет их, но я пока еще ни одного региона не видела, где не было бы ничего, прямо от слова совсем. Всегда что-то есть, но... Либо родители хотят получить намного больше, хотят как Москвы, как Германии, как Израиль. Кто-то хочет, чтобы у них все было хорошо, но им ничего для этого не пришлось делать, а кто-то просто не знает о своих возможностях. Вот про возможности. Значит, сейчас у нас есть стационарная и внестационарная реабилитация. Общество с ограниченной ответственностью огонек. Для детей-инвалидов и молодых инвалидов-москвичей вследствие детского церебрального паралича или имеющих стойкий нейтрологический двигательный дефект до эгологии везда. Это стационарная и нестационарная реабилитация. То есть вы можете как стационарно ее получать, так и приезжая утром, уезжая вечером в тот же самый курс. Опять огонек. Оказание услуг по комплексной реабилитации детей-инвалидов вследствие расстройства аутистического спектра и синдрома Далма. Это другой курс реабилитации совершенно. То есть они отличаются не потому, что по нозологиям разные, а потому что не только по нозологиям, они разные по курсу. Научно-терапевтический центр по профилактике и лечению психоневрологической инвалидности. Оказание услуг по реабилитации детей-инвалидов с детским аутизмом и другими заболеваниями аутистического спектра. Марфа-Мариинский центр для детей с ограниченными возможностями здоровья. Реабилитация детей-инвалидов вследствие ДЦП. Центр социальной помощи и адаптации для людей с диагнозом ДЦП и другими ограниченными возможностями здоровья. Лыжи мечты Сергея Белоголовцева. Реабилитация детей-инвалидов вследствие ДЦП, аутизма, синдром Дауна и другие посредством занятий адаптивным спортом. Частное учреждение здравоохранения, опять-таки Марфа-Мариинский медицинский центр. Реабилитация детей-инвалидов и молодых москвичей вследствие ДЦП, а также последствия черепно-мозговой травмы, нереоинфекции, врожденных пороков развития нервной системы и нервно-мышечного заболевания. Выездная реабилитация на Челноморском побережье, как правило, Крым. Санаторий для детей с родителями Искра. Реабилитация детей-инвалидов и инвалидов первой группы в возрасте от 4 до 30 лет включительно, вследствие поражения центральной и периферической нервной системы. Клинический санаторий для детей-здравница. Для реабилитации детей-инвалидов и молодых инвалидов до 30 лет первой группы с общими заболеваниями. Парк-отель «Марат». Реабилитация детей-инвалидов от 3 лет и молодых инвалидов первой группы до 30 лет, включительно, вследствие заболеваний органов дыхания и других заболеваний. Санаторий «Надежда». Реабилитация детей-инвалидов в возрасте от 5 лет, имеющих заболевания эндокринной системы, желудочно-кишечного тракта и другие заболевания. Санаторий «Чайка» имени Гелиловича. Реабилитация детей-инвалидов от 10 лет и инвалидов первой группы до 30 лет, включительно, с поражениями опорно-двигательного аппарата и другими заболеваниями. Санаторий «Русь». Реабилитация детей-инвалидов от 7 лет и молодых инвалидов первой группы до 30 лет с ментальными нарушениями. Этого не было вообще никогда. Это наличие ментального заболевания являлось абсолютным противопоказанием, как реабилитации, так и санаторий «Курортным» причин. Санаторий «Курортным» оно где-то осталось. Там двойная трактовка, я еще вернусь к этому. Но, тем не менее, это первая программа для реабилитации детей и молодых инвалидов с ментальными нарушениями. Всегда все площадки отказывали. Но вот началось. Национальный центр паралимпийской и дельфийской подготовки и реабилитации инвалидов. Это так называемая эволюция. Ее все знают. Дети-инвалиды от 7 лет и молодые инвалиды первой группы от 18 до 35 лет включительно, имеющие нарушение опорно-двигательного аппарата и другие заболевания. Тут тоже хочу сказать, как один из организаторов этой программы, что, во-первых, был снижен возраст детей. До этого это были дети здесь от 10 лет. Во-вторых, существенно расширен перечень показаний. В-третьих, это единственная абсолютно стопроцентно доступная площадка для инвалидов на колясках. Абсолютно на 100%. Там все устроено, начиная от территории, заканчивая номерным фондом, санузлами, столовой, в общем, все полностью. Евпаторийский детский клинический санаторий и университет. Ну, это тоже, в общем-то, все знают. Это ЕЦДКС. Реабилитация детей инвалидов в возрасте от 4 до 18 лет включительно, имеющих неврологическую патологию, а также нарушение опорно-двигательного аппарата. Тут свои сложности, потому что ЕЦДКС по техническому заданию отказалась брать колясочников. Поэтому имейте в виду. Но, тем не менее, возможности, в общем-то, есть. И, опять же, тот же самый ЕЦДКС. Это оказание услуг по реабилитации детей инвалидов от 4 лет и молодых инвалидов в первой группе до 35 лет включительно. Вследствие поражения центральной периферической нервной системы, а также заболевания опорно-двигательного аппарата и другими заболеваниями. Вот тут, по этой программе коляски, они берут, но их очень мало. В год ребенок может получить все три курса реабилитации. Боездную реабилитацию, стационарную реабилитацию и внестационарную реабилитацию. Длительность каждого курса 18 дней. Если это внестационарная реабилитация, то там курс может быть прелонгирован. Еще есть у нас санаторно-курортное лечение. Длительностью 21 день для детей инвалидов. Программы по санаторно-курортному лечению в этом году значительно расширились. Департамент труда и социальной защиты закупил огромное количество путевок. Реально огромное. Вплоть до того, что пытаются уже отправить людей, но хоть как-нибудь путевки остаются. Путевок очень много. Заболевания различные. Вы можете встать в очередь и на учет по обеспечению. Как санаторно-курортным лечением, так и реабилитацией. Узнать о программах реабилитации вы можете в своих ЦСО. Если это северный округ, то это районное и окруженное управление социальной защитой населения. Встать в очередь на получение путевки на санаторно-курортное лечение. Вы можете встать либо в МФЦ, в центрах моих документов, либо в районном управлении социальной защитой населения. Хочу отдельно коснуться показаний и противопоказаний. К сожалению, система определения показаний и противопоказаний к санаторно-курортному лечению с прошлого года у нас существенно изменилась. Мы выходили с предложениями и в Минздрав, и я была в составе рабочей группы. В общем, тот материал, который был в рабочей группе, подтвержден. Он не появился в конечной редакции перечных показаний и противопоказаний. И сейчас это трактуется таким образом. У ребенка должны быть определены показания и не должно быть противопоказаний. Там нет раздатки, я просто не стала это туда включать. У нас это все в открытом доступе находится. Поэтому вам, врач, то, что у нас в этом приказе есть перечень показаний, вам, врач, из этого списка показаний, должен найти тот код, который есть у вашего ребенка. Сразу скажу, что если этого кода нет, врач, я надеюсь на его сознательность, он откажется классифицировать диагноз. Но, тем не менее, подобрать возможно. Но при этом должно быть еще и отсутствие противопоказаний. Но перечень показаний все-таки действительно существенно урезан. Сейчас готовится уже к подписи последняя версия перечня. Там тоже произошли изменения. Пока не знаю, в каком виде это выйдет. Но там добавили, например, взрослых инвалидов с ДЦП, которые в предыдущей редакции пропали. То есть дети инвалиды с ДЦП получали сам кур, а когда исполнялся 18, ну, уже все. Исчезли многие заболевания, где реабилитационный потенциал ребенка либо отрицательный, либо очень сомнительный. То есть тогда, когда не будет эффекта получения санаторного курортного лечения. А все надеются, собственно говоря, на это. Я думаю, что это еще было вызвано позицией родителей, которые до сих пор считают, свято в это верят, что санаторный курортное лечение – это не лечение, это отдых. Причем должно обязательно быть у моря и обязательно лето. Потому что синдром Дауна, например, не вылечить, но плавание в море и отдых на берегу моря очень позитивно сказывается на ребенке. Сказывается, но не забывайте, что это бюджетные деньги, за которые государство отчитывается. Если вы едете и получат лечение, то вы получаете лечение. Такая же ситуация и с реабилитацией. Если вы едете на реабилитацию, я не скажу про все площадки, но я знаю, что, например, в эволюции очень интенсивный курс реабилитации. Он реально очень интенсивный, он тяжелый, и выдержать это трудно и ребенку. Но если вы едете, то вы за своего ребенка отвечаете, вы его вводите на процедуру и обеспечиваете его участие во всех рекомендованных врачом мероприятиях. Иначе смысла в этом нет. Отнеситесь к этому серьезно, с уважением и поставьте перед собой цель получить все-таки реабилитацию, а не отдых. В общем, спасибо. Мы быстренько закончили. Давайте по вопросам. Это самая интересная часть, самая увлекательная. Да, вопрос. Имеется ли где-то расшифровка понятия по жизненным показаниям? Такая расшифровка имеется у врача. Он должен сам ее обосновать. Если это по жизненным показаниям, то он должен писать в связи с тем, что смена препарата грозит ребенку регрессом, заболеванием, либо с возобновлением приступов, если это к примеру эпилепсия, либо у ребенка выявлены противопоказания к приему дженериков, конечно, да, это и есть по жизненным показаниям. Тогда, когда смена препарата грозит ухудшением состояния здоровья ребенка. И это доказано документально, повторюсь. Спасибо. Еще один вопрос. Какие существуют особенности внесения ТСР в индивидуальную программу реабилитации за счет собственных средств? В Красноярске отказываются это делать, ссылаясь на то, что те ТСР, которые я хочу внести, отсутствуют в каких-либо перечнях. Диагноз муковисцидоз ребенка 5 лет. Я понимаю, о чем речь, и вот если я права, а я думаю, что это так, то это технические средства реабилитации, которые на территории Российской Федерации вообще отсутствуют. И они здесь не сертифицированы, не регламентированы. Если это на самом деле так, на медико-социальной экспертизе имеют полное право отказать, если это техническое средство реабилитации не сертифицировано на территории России. Потому что они не знают, они не могут отвечать за то, в чьем качестве они не уверены. Если же это средство сертифицировано, ввезено в Россию, и оно здесь... А вот автор вопроса уточняет, что средство зарегистрировано в Россию. А в таком случае нужно просто обжаловать этот отказ в высшестоящем бюро, вплоть до федерального. Если есть подтверждающие врачебные выписки, если это техническое средство реабилитации внесено в направление на медико-социальную экспертизу, отказ, конечно, незаконен. Но лучше, чтобы оно было внесено в направление. Вот это важно. И, конечно, выписка, подтверждающие в СССР. Отказ обжалуете. В части несогласия именно с отказом во внесении этого ТСР. Не во всей экспертизе, не во всей ИПРА, а именно вот в этой части. Прямо так и писать заявление. Я не согласна с отказом в бюро МСЭ во внесении такого ТСР в УПРА, в связи с тем, что ребенку оно необходимо, это подтверждается в ИПРА. Лучше идти до федерального бюро, не нужно бояться. Освидетельствование проводится по документам, без ребенка, без всего ребенка там не нужен. И федеральное бюро, они тоже точно так же смотрят. Очень много решений в федеральном бюро, которые принимаются положительно. Поэтому не бойтесь. Спасибо. У нас, слушатели, пока нет вопросов. Такой вопрос, насколько реально внести в УПР коляску, например, для ребенка с ДЦП, который ему необходимо, и получить ее бесплатно в регионе? Все получают. Все у нас есть. Вопрос в том, какая это коляска. Колясок выбрал. Это тоже из последних таких веяний, потому что есть отдельные товарищи, у которых коляски вообще 4 штуки было выбрали. Минтруб пересмотрел эту позицию. У колясок сейчас может быть только две. Одна комнатная, вторая прогулочная. Может быть, еще третья активная, если ребенок занимается каким-то спортом, либо танцем в колясках, тогда у нас и третья коляска. Так, как правило, это две коляски. Одна комнатная, вторая прогулочная. По комнатной спорте, как правило, не возникает. По прогулочной возникает спорта очень много. Потому что то, что закупается, это, конечно, не очень хорошее качество. Особенно, если это регионы рядом с Гитаем. Гитаем очень любят, они закупают, например, у Гитая. Но и все равно есть выходы, так как сейчас выборы относятся к коляске с индивидуальными параметрами. Поэтому все это можно, в общем-то, получить бесплатно. Но вопрос в длительности и в настойчивости. А если говорить о длительности, сколько это может занимать? Все от региона зависит. И от того, как часто они играют в эти конкурсы. И вообще от стоимости коляски. Они могут индивидуальную закупку оформить, если эта коляска, по-моему, до 100 тысяч. Тогда они могут. Если это больше 100 тысяч, то это только госзакупка по 44-м федеральному закону. То есть через объявление конкурса. И вопрос в том, каким бюджетом они располагают. И сколько у них нуждаемостей в таких колясках. Поэтому непредсказуемо. Можно ли бы подробнее рассказать про индивидуальную закупку колясок? Это не обязательно индивидуальная закупка колясок. Но это путем длительной переписки с ФСС. Путем длительной переписки с различными инстанциями. Должно быть выяснено, что те коляски, которые сейчас ФСС закупил. И которыми оно обеспечивает детей. Не подходят под нужды вот этого ребенка. И не соответствуют индивидуальной программе реабилитации и реабилитации. В таком случае можно закупить. У них есть возможность объявить индивидуальную закупку. Если это одна коляска. И стоимость у нее не превышает 100 тысяч. Они могут закупить ее вне конкурса. Но для этого вам нужно доказать, что других путей получения технического средства реабилитации у ребенка нет. Они будут ссылаться на то, что вы имеете возможность купить. Что вам подходит эта коляска. Тогда вы должны получать медико-техническое заключение о том, что она не подходит. Сейчас мы реализуем такую возможность в Литвуцке. Но там же взрослый инвалид. Но тем не менее он один вообще единственный. На весь регион такой. И ему это требуется. Поэтому процесс длительный. Но все возможно, да. Вопрос именно в том, как это выбрав несено и как обеспечить. Все от региона зависит. Есть какие-то прям совсем другие. А есть те, кто быстро реагирует. Они идут на это. То есть это вполне реально. Да, это реально. И еще вопрос по поводу инвалидов, которые проживают в домах без лифта. На высоких этажах. Как их обеспечивают средствами, чтобы спускаться на улицу? Как это все организовано? Значит, смотрите. У нас есть такая графа в индивидуальной программе реабилитации и реабилитации. Нуждается ли инвалид в устройстве жилого помещения для проживания колясочника? Вот эту галочку ставит МСЭП. Нуждается или не нуждается? Для того, чтобы получить эту галочку, нужно письменно, обязательно. Вот каждый раз, каждую встречу с родителями, каждый вебинар, каждое мероприятие, всегда всем не устаю повторять. Пожалуйста, научитесь писать. Всеобщение с чиновниками, в некоторых случаях с врачами, особенно если это главные врачи поликлиники. Вот все, что вы хотите получить, вы всегда просите только в письменном виде. Всегда. Не нужно бояться, что на вас там будут как-то косо смотреть или что-то еще. Но потом вы радостно, выслушав обещание какого-то очередного чиновника, на крыльях воспарите, ага, вот мне сейчас все дадут. И когда неделя, две, три, месяц, год проходит, а он ничего не дает, вы идете опять к этому же чиновнику и говорите, вы же не обещали. А он на вас смотрит и говорит, я? Вы что, никогда такого не было? Вот для того, чтобы он таких вопросов вам не задавал и такой реакции вы не видели, всеобщение исключительно в письменном виде. Заявление в двух экземплярах, на обоих число и подпись. К одному вы прикладываете документы, которые подтверждают вашу позицию, вернее их копии. Одно заявление с документами, с копиями сдаете, на втором вам ставят отметку о том, что заявление приняли. Там ставится дата, подпись и название должности того, кто это принял. Могут еще штампик поставить, вообще было бы прекрасно. Ответ от 10 до 30 дней письменный вам должны предоставить. Даже если вам не предоставили то, что вы хотите, ответ они обязаны дать. С указанием сроков предоставления, необходимости донесения каких-то еще документов или чего-то еще, если вам это нужно. Но обязательно все в письменном виде, всегда, со всеми, везде, выучите это просто как молитва. Потому что по-другому в нашем государстве, в правовом, не работает ничего. Своё право вы можете доказать только письменным обращением. Если это официальный прием, то там тоже точно так же все это записывается. И вам дают официальный ответ. Ваша задача получить этот ответ официально, на какой бы вопрос вы ни задавали. Мы теперь возвращаемся. Значит, с письменным заявлением вы идете в свои органы управления. Либо это управляющая компания, либо это администрация, территориального образования, где живет инвалид, с просьбой создать комиссию. У нас это административно-техническая комиссия в Москве. Где-то она может по-другому называться. В принципе, состав комиссии может быть любой. Создать комиссию, выйти по адресу для того, чтобы обследовать условия проживания инвалида, колясочника, такого-то, фамилии, имущества, проживающего там-то, там-то. Составить акт о возможности, либо невозможности, оборудование жилого помещения для нужд проживания колясочника и, вот это тоже очень важный момент, и входной подъездной группы. То есть это не просто сама квартира, но это еще и возможность зайти в подъезд, выйти из подъезда самому инвалиду без чьей-либо помощи. К вам должна выйти эта комиссия. Они должны составить адрес, возможно или невозможно проживание, первым пунктом они пишут, оборудована ли квартира для проживания, соответствует ли размер санузла, дверных проемов, углов разворота для коляски. Там очень много нюансов, на самом деле прям коллега моя минут 10 читала. Они составляют акт, оборудована ли квартира. Второе, они составляют акт, возможно ли переоборудовать эту квартиру. И третье, возможно ли технические оборудования входной группы. Вот если они на все три вопроса отвечают нет, вот тогда у инвалида-колясочника есть возможность получить жилье из резервного фонда. И в каждом регионе такой фонд есть, либо он создается. По договору безвозмездного пользования, в котором эта квартира должна быть оборудована. Как правило, это первый этаж, это оборудована подъездная группа. Но, как и в любой бочке меда, есть своя ложка дёргтия. В данном случае ложка, как большой черпак. Первый нюанс – это договор безвозмездного пользования. То есть, если та квартира, в которой он проживал до этого, находилась в собственности, новую квартиру он получит по договору безвозмездного пользования, даже не в социальной найме. Квартира даётся только на тот период, когда в ней есть нужда. То есть, простите, пока жив сам инвалид. Или пока он на коляске. Как только нужда подпадает, все переселяются в маневренный фонд и ставятся в очередь на получение жилого помещения. Потому что ту квартиру, из которой сам инвалид переезжает, он нам даёт государству. А переезжает он с всей семьёй, которая там живёт. То есть, если это бабушки, дедушки, сёстры, братья, дети, в общем, все, кто в этой квартире зарегистрирован, кто является собственником, неважно, от того, сам инвалид, не сам инвалид, вот переезжает они туда всей семьёй. И они должны дать своё письменное согласие на это. Все. Если хотя бы один человек говорит, ну вы что, обалдели, куда я поеду? Мне здесь хорошо. Увы. На этом всё заканчивается. То есть, пока вот этой сплочённости, единого мнения в семье не будет, ну и опять же время. Всё-таки в Москве это около года. В регионах, не знаю, честно. Поэтому вот так вот. Теоретически возможно, но практически? Нет, можно и практически. Можно и практически. Но вот только то, что переезжает всей семьёй, вот это вот самые большие нюансы, о которых многие спотыкаются. Потому что даже если у этого инвалида, например, брат с семьёй, уже взрослый, у него свои дети, которые ходят в школу, он ходит на работу. Куда он поедет? Ему совершенно... Но с другой стороны, многие ведь пытаются это использовать как улучшение жилищных условий. А это не так. Совершенно не так. Это не улучшение жилищных условий. Это улучшение качества жизни самого инвалиду. То есть, всё делается для него. Не для членов его семьи. Они остаются в той же позиции, в какой и были. И когда они понимают, что это не так, они свои жилищные условия не улучшат, тут начинается разлад в темне. Поэтому... Ну, я знаю, что это Москва, эта программа реально работает, и многие пользуются нам. Хотелось бы коснуться вопроса ВНП, получения ВНП. Правильно я понимаю, что вот эти так называемые квоты, как это называется, в таком народном обиходе, выделяется их какое-то конкретное количество на конкретную клинику. Смотрите, есть человек, у которого, допустим, необходимо сделать операцию по ВНП, который включает в себя, например, приобретение каких-нибудь металлоконструкций, эндопротезы и так далее и тому подобное. Он наблюдается в какой-то клинике, но эта клиника не делает соответствующие такие операции. Как может больной узнать, или пациент, или не пациент, может быть, сотрудник некоммерческой организации, которые обратились за помощью, он говорит, я обратился, но мне говорят, что такие операции бесплатно не делаются, или, например, операция делается, но эндопротез не предоставляется. Как может сотрудник фонда или сам пациент выяснить, в какой другой клинике это предоставлено? Я так понимаю, что, ну, например, в ситуации с эндопротезированием вообще актуально, да, то есть раньше это никем не оплачивалось, теперь, насколько я знаю, в Москве определенные клиники это могут делать, при этом все остальные продолжают это делать, ну, как быть, за деньги, да, то есть пациент сам покупает. Как, где получить эту информацию? Значит, у каждого пациента, хоть маленький, хоть большой, есть страховой полис. Там есть контакты страховой, страховой организации, где этот полис вы найдете. Заходьте на сайт, там есть горячая линия по защите первых пациентов. Звоните, нам все рассказывают. Второй вариант. Есть территориальный фонд обязательного медицинского страхования по Москве и Московской области. Заходите на сайт, там тоже есть горячая линия по правам пациентов. Звоните, вам там тоже все рассказывают. Третий вариант. Сайт Росздравнадзора. Там тоже есть горячая линия по работе с пациентами. Звоните, и вам тоже все рассказывают. Все просто. А вопрос того, что как раз это не письменно, а устно, насколько велика вероятность, ну, как правило, на горячих линиях сидят люди, которые отвечают достаточно на общие вопросы, дают какие-то зашаблонированные ответы. Нет, смотрите, если вас не устроила информация, вы же звоните не потому, что вам что-то сейчас получить нужно, а вы звоните, потому что вам нужно просто узнать информацию. Для вас нет цели, вы можете позвонить во все три дистанции. Если вас что-то там не устраивает, то вы точно так же можете обратиться в тот же департамент здравоохранения города Москвы. Там действительно сидит говорящая глава, но письменно вы можете обратиться и задать вопрос. Скажите, пожалуйста, в каких медицинских организациях я могу за счет бюджета получить вот такую вот медицинскую помощь. Перечислять, через 10 дней вам отвечают. Отлично. Спасибо. Да, ну что. Собственно. Вопросы еще? Есть вопросы онлайн? Думаю, что вопросы, конечно, в дальнейшем возникнут, особенно при попытке проработать ваши материалы и, соответственно, их применить и попытаться куда-то двигаться. Можно ли обращаться в вашу организацию и, ну, как бы, в презентации? Могут ли сотрудников НКО обращаться? Да, да, мы работаем, естественно. Значит, единственное, что, если сотрудники НКО большая просьба обращаться с уже готовыми, то есть с документами, когда вы от мамы собрали материал, можете напрямую направлять маму. У нас вы можете зайти на сайт «Такие дела», там набраться патроны, у нас форма обращения, вы ее заполняете, с вами связывается юрист, если нужны какие-то дополнительные документы, мы просим дополнительные документы. В общем, ведем эту ситуацию до победного конца. Самое главное, что вы сами никуда не сбежали, устав от этой переписки. Ну, переписываемся мы, но мы составляем документы, иногда они выдержат. А иногда, ну, это тоже мы с фактом не знаем, когда люди обращаются второй раз, третий раз, что все получилось, но нам об этом не забили сообщить. Но здесь осталось, поэтому обращается уже человек второй раз, третий раз. У нас есть даже люди, которые с нами с 2014 года. И вот они до сих пор, то есть мы там всю жизнь с вами решили, но они нас не оставляют. А вот еще возникнут вопрос, хотя бы зафиксировала во время вебинара. Где указаны сроки использования ТСР? Ну, то есть, как бы в течение, ну, то есть, допустим, что коляска меняется там раз в сколько-то лет. Это только выбора или какое-то есть фиксирование? Нет, выбора вообще это не фиксируется совсем. Это у нас есть приказ, утвержденный Миндритом, не помню сейчас точно его номер, он так и называется, о сроках использования технических средств реабилитации. Находится, в общем-то, в интернете, в гугле на раз. Документы открыты, очень часто используем, и там эти сроки указаны. По коляскам все равно скажу, это 6 лет комнатная и 4 года проводочная. Там вся номенклатура точно так же по срокам пользования и суеты есть. Хотелось бы коснуться внесения еще ТСР в УПР. Это тоже очень часто с этим вопросом обращаются, для того, чтобы вы получили техническое средство реабилитации, оно в обязательном порядке должно быть внесено в направление на МСЭ, которое вам выдает поликлиника, и оно должно быть подтверждено заключением врача. То есть не просто пришли на прием к педиатру и сказали, хочу обувь, хочу коляску, хочу ортез, и вам педиатр записал. Нет, во-первых, это вносит ортопед, во-вторых, если это ортопед поликлиники, он тоже имеет на это полное право, то он точно так же своей рукой все это пишет, делает записи в карте соответствующие. Почему он вносит? Если это ортопедическое уровень, то это должен быть полностью описан ортопедический статус, он должен описать стопы, походку, все ортопеды это знают, но мало кто это делает. Очень много жалоб на то, что мы пришли, например, ребенок с синдромом давно, мы пришли в нам СЭ, у нас все вписано, у нас там сусанина рекомендация, а нам отказали. Сразу скажу, почему отказали, не потому что у вас ребенка с синдромом давно, а потому что патология стоп не той степени тяжести, которая требует применения сложной ортопедической умови. Для того, чтобы сложная ортопедическая умовь, а мало сложную выбора не вносят, она существует, но она не входит в федеральный перечень, туда входит только сложная ортопедическая умовь, так же, как и стельки не входит. Для того, чтобы вам внесли, у ребенка патология стоп должна быть такой степени тяжести, которая сама по себе может являться основанием для установления инвалидности. Не просто у нас плосковалюсные стопы, а это врожденная плосковалюсная стопа, там дальше тыры-пыры, восемь дыры, то есть там еще такой длинный хвостик есть, то есть если бы ребенок шел оформлять инвалидность не по синдрому дауна, а по опорно-двигательному аппарату, бы эта инвалидность гарантирована получением, потому что по документам у него именно такая степень тяжести. Точно так же по всем остальным техническим диагнозу являющимся причиной инвалидности. Только та степень тяжести того или иного, той или иной системы организма может являться основанием для получения ТСР не по основному диагнозу, который может сама по себе быть причиной инвалидности. Поэтому не нужно говорить и обижаться на врача МС, когда они не вносят, например, при аутизме ту же обувь. Просто на обувь больше всего жалоб. Есть жалобы там и по корсетам, по всему. Либо есть такая степень тяжести у ребенка, но ее нет по документам. Она есть по факту. Но факты невозможно пришить к делу. Сотрудники МС не имеют права проведения диагностики. То есть когда они приходят, они глазами видят реально, что ребенок документам не соответствует, то есть ребенок гораздо тяжелее, чем указанных документах, они могут направить на дополнительное обследование. Но нужно понимать, что есть такие обследования, которые невозможно сделать за один-два дня. Это делать исключительно в стационаре хотя бы 10 дней. И поэтому идет отказ. У меня было очень много случаев, когда мы собирали заново документы, сделали все обследования, и с первой попытки ребенок получал инвалидность вообще до 18 лет. Всегда смотрите, что написано в ваших документах. Всегда делайте копии. Всегда делайте копию направления на МСЭ. Потому что когда приходят ко мне отказали, я всегда прошу это направление, копию. Потому что я должна понять, где был сбой системы, в каком месте. Поликлиника это, либо действительно где-то МСЭ. Если это поликлиника, то нет смысла доказывать что-то на МСЭ. Проще всего собрать пакет документов заново, сделать нормальное направление на МСЭ, прийти и получить то, что вы должны получить. Если же это действительно МСЭ так трактует, то есть смысл обжаловать. Но нужно понимать, что нигде до того, как вы пришли на МСЭ, не было сбоев. И все сделали все так, как оно должно быть. И по закону, и вообще по-человечески даже. Когда приходит ребенок абсолютно необследованный, приходит например ребенок, которому вчера фактически установили диагноз эпилепсии. Ему не подобрали терапию, его еще и врач видел в полглаза. А они уже бегут на МСЭ. Конечно там отказывают. Не каждый человек, имеющий определенное заболевание, признается инвалидом. Только тот, у которого есть ограничение жизнедеятельности организма. А ограничение жизнедеятельности устанавливается только после того, как установлен диагноз, проведена вся диагностическая работа. После этого он получил лечение, если в этом есть нужда, то это и хирургическое лечение, в том числе. Ему подобрана терапия, и уже в исходе вот этого лечения есть какой-то результат. Когда мы понимаем, что да, вот эти ограничения остались, ребенка лечат и оперируют не для того, чтобы сделать его инвалидом, а для того, чтобы его вылечить. Если он в конце остается, все-таки становится инвалидом, значит, опять-таки где-то что-то пошло не так. Были еще такие вопросы, когда приходят и мама говорит, а, мы там до года он перенес 10, 20, 30 операций, ему до 5 лет у него была инвалидность, а 5 лет ему сказали нет. Но он же все это перенес, ведь ему же тяжело. Но ведь это же не медаль инвалидности, это же не награда за то, что он перенес. Как раз наоборот, радуйтесь, что он стал здоровым. Безусловно, никуда не делся диагноз, но это уже не то состояние, которое требует установления инвалидности. И возвращаясь к тому, что я говорила по поводу первичной диагностики, с момента первичной диагностики до подачи документов на МСЭ должно пройти не меньше 6 месяцев. Меньше в очень тяжелых ситуациях, реально тяжелых, это проведение заочного освидетельствования по документам, там, где ребенок очень тяжелый, действительно, и понятно, что лучше уже не станет там где-то реанимация, либо даже при рождении понятно, что прям все вот. А так при первичной диагностике, например, тот же синдром Дауна, да, он выявляется фактически сразу, вы приходите на МСЭ и вам гарантированно откажут, потому что не проведена полностью диагностика, не выявлены сопутствующие заболевания, не проведено их лечение, непонятно, собственно говоря, каким образом дальше все это пойдет, поэтому нужно, конечно, смотреть все это в динамике, не меньше шести месяцев, а вообще год, в идеале это год, но все зависит, опять повторюсь, и от тяжести ситуации, и от динамики развития заболевания и самого ребенка, но шесть месяцев это минимум. А вы про бесплатный проезд еще не коснетесь ситуации? Бесплатный проезд где? Ну вот есть ли какие-то к месту лечения, есть ли какие-то льготы в этом отношении? Значит, проезд к месту лечения обратный бесплатный, он оплачивается самому ребенку, одному из сопровождающих лиц, для того, чтобы вы получили вот эти таланты на проезд. У вас должно быть направление туда, куда вы едете, с этим направлением вы должны обратиться в поликлинику, поликлиника выдает свое направление туда и выдает талон номер 2. С талоном номер 2 вы идете в ФСС, и в Москве тоже в ФСС, в Москве это РСЗН, уровень суд защиты, предъявляет талон номер 2, там вам дают талоны на проезд, и по этим талонам вы едете. то есть просто так я решила проконсультироваться в Питере в Турнере, я поехала, ничего у вас не получится. Вот если я решила, мне пришел оттуда вызов, я пришла с этим вызовом в поликлинику, мне дали направление на консультацию и дали талон номер 2, вот тогда я поехала и получила. Значит, по компенсации за билеты хотелось бы тоже отдельно коснуться. Вот если вы получили талон номер 2, но вам не смогли выдать талон на проезд, тогда вы можете получить компенсацию. Если вам не выдали талоны на проезд, например, на поезд, но вы полетели на самолете, нет, вы не получите компенсацию. Компенсация вообще в принципе не предусмотрена. Предусмотрена она только региональными актами в Москве, но в любом случае талон номер 2 быть должен в обязательном порядке. И еще такой вопрос по поводу заключения специалистов поликлиники. Очень часто при обследовании ребенка инвалида или просто человека с инвалидностью взрослого уже соответственно врач поликлиники не обладает достаточной компетенцией для того, чтобы дать такое всестороннее заключение. допустимо ли если этому специалисту приносится заключение из какого стационарного учреждения или же непосредственно это заключение как-то вносится в направлении НАПСЭ. Или нет. Смотрите, во-первых, один врач никаким образом не может дать всестороннее заключение, потому что у него есть русская специализация. Если это терапевт, он тупо переписывает рекомендации тех врачей и специалистов, которые уже свое заключение дали. Либо они сами вносят. А вот на основании чего они вносят, это уже вопрос десятый. Потому что если он ведет этого пациента, то соответственно у него выписки все должны быть в копиях обязательно в карте. Конечно, он все это переписывает. Если ему недостаточно знаний либо недостаточно компетенций, он обязан будет в направлении туда, где человек должен обследоваться целиком и полностью. Если например ему нужно сделать МРТ, врач не обладает рентгеновским зрением, он не может это заключение дать. Соответственно он должен дать направление на МРТ, он должен получить расшифровку и внести данные, безусловно. То есть он не может из себя взять все, что в принципе возможно и невозможно. соответственно если это предположим заболевание порок сердца, то кардиолог в поликлинике дает направление в непосредственно федеральный центр, где ребенок обследуется. Ну не федеральный, для начала он дает в городскую цепь. Да, ребенок там обследуется и соответственно эти заключения уже непосредственно вносится направлением. Обязательно. Вносятся не заключения, вносятся рекомендации. А заключения мама берет с собой все копии. Вообще дом должен быть архив. С рождения и до восемнадцати лета. Восемнадцать лет в день рождения торжественно дарится. Дальше дитю делает с этим все, что оно посчитает нужным. Либо мама дарит копии, но и себе оставляет. На тот случай, если вдруг они куда-то денутся. Всегда, если вы приезжаете из любого стационарного учреждения, первое, что вы делаете, это делайте копию и несете ее в карту. Они все в обязательном порядке должны быть в карте поликлиники, потому что иначе во-первых, врач не обладает полнотой сведения о состоянии здоровья и может не учитывать какие-то моменты, а во-вторых, вы можете сколько угодно доказывать кому угодно и что угодно, но пока у вас нет бумажки, где все написано, это расколоть ни о чем в пользу беру. Поэтому всегда все туда, всегда все копии, все должны быть в карте. А как часто возможно вносить изменения вебра и какой у этого процесс, насколько это трудозатратное мероприятие, скажем так? Это зависит от того, что вы хотите внести. У нас без освидетельствия вносятся сведения об изменяются технические параметры, ранее внесенных технических средств реабилитации, то есть, если, например, там была внесена коляска для детей инвалидов с ДЦП пробочная, то вам нужно изменить под конкретные данные, то это вносится просто по заявлению без освидетельствия. Если нужно изменить антропометрические данные, то есть, например, коляска шириной сиденья 35, а он уже подрос 35, как-то уже не влезает, ему нужно 40. о том антропометрических данных ребенка, вес, рост, все параметры, его там померяют всего, и на основании этой справки вносится, ну, так же, как и по памперсам, например, ребенок вырос, изменились антропометрические данные, выносите это без заявления. Если вы про какие-то опечатки, нужно, либо там изменился адрес, изменились паспортные данные, нужно внести, это тоже вносится по заявлению без освидетельствования. А вот если вам нужно внести новое ТСР, либо что-то еще туда добавить, то порядок такой же, как и при получении инвалидности. Вы получаете направление на МСЭ, только в графу, с какой целью направляется, там есть два варианта, для освидетельствования и для коррекции, либо разработки ипра. Вот вас должны подчеркнуты вторые, для разработки, либо коррекции ипра. Точно так же направление на МСЭ, всей простыней, все врачи это дело заполняют, и вы идете так же с ребенком на все освидетельствование вам наносят, либо не наносят. Зависит от того, что вы хотите. Спасибо. Наверное, все тогда спасибо вам огромное. Конечно, спасибо, что пригласили.